12 августа – особая дата в истории военной авиации. В этот день, в 1912 году, в России официально появились воздухоплавательные части. Начиная с 1997 года, он был официально провозглашен профессиональным праздником всех, кто служит в ВВС. В Тверской области таких людей особенно много. Еще с советских времен на Тверской земле располагается немало авиационных гарнизонов, которых рядовыми никак не назовешь. Достаточно сказать, что истребительные части несут службу по охране воздушного пространства на столичном регионе. Это и Бежицк, это и, ну, раньше было и Андреаполь, и Торжев, еще Торжокский центр, который уже не одно десятилетие является кузницей кадров. Большинство летного состава первоначальную подготовку и обучение тем способам ведения боевых действий, которые применяются в этих точках, получили в Торжке. Сам Генрих Иванович, служба которого связана с военно-транспортной авиацией, конечно же, не может не отметить огромную роль ВТА. В частности, летчиков Мигаловского гарнизона. Ведь они не только перевозят технику и личный состав вооруженных сил, а также гражданские грузы по России. Лучшие входят в специальное подразделение, которое, по сути, находится в распоряжении у руководства страны. Экипажи и самолеты дивизии, полка входят в состав 224-го летного отряда. Они выполняют наиболее ответственные задачи как внутри страны, так и за его пределами. Как мирные, так и военные. Имеющаяся на вооружении тверских летчиков техника действительно позволяет успешно решать любые задачи. Однако наши пилоты уже не первый год ждут обновления парка. В частности, самые последние модификации тяжелых транспортников Ил-76. Ведь их нынешние одноклассники были построены еще в Советском Союзе. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...